Красноармейск. День. Пятница, 23 августа. Событий в городе много. Поехали. Если жителям в городе хорошо и комфортно проживать, то город цветет и развивается. А добрым людям мы говорим спасибо. Добрый день. Мы вышли погулять, и к нам подошли, спрашивают, кого бы хотели сказать спасибо в городе Красноармейске. Я очень рада этой возможности, потому что я людей знаю мало теперь, потому что я уехала из города Красноармейска достаточно давно, сразу после окончания школы, а приезжаю сейчас к маме. Маме моей 80 лет, поэтому нам очень волнует то, как прожить человеку в таком возрасте в нашем городе Красноармейске. И это очень здорово удается, потому что есть люди, которые этому очень помогают. Я бы хотела сказать спасибо Ручкину. Только сегодня посмотрела, как его зовут. Аркадий Евгеньевич. Видите, даже спутала имя, потому что знаю только фамилию. У этого человека в его компании мы заказываем продукты. И всякие товары для дома, для семьи. Потому что ходить по магазинам нам немножко трудновато. А заказать товары для мамы, чтобы ей привезли на дом, это очень здорово. Почему я хочу об этом сказать? Потому что я пользуюсь такой услугой в городе Москве, в других очень больших, очень известных фирмах. И, конечно, разницу я вижу просто настолько очевидную. И почему я хочу сказать спасибо именно этой команде людей. Потому что у них очень маленькая кардинка, при которой я могу сделать заказ. Она доступна любому пенсионеру. Привозят товары через два часа. И что самое главное, товары привозят все качественные продукты. Хлеб изумительный. Все свежее всегда. И за эти два часа, пока готовится товар, мне позвонят раз, три, четыре. Спросят, действительно ли я хочу заказать именно этот товар. Вот у него срок годности истекает через два дня. То есть таким я вообще в Москве никогда, нигде не сталкивалась. Люди привозят товар и привозят сдачу в пакетике. Рубли, копейки, мелочь. Это может быть мелочь, конечно, но вот да, смеетесь. А для меня это очень важно. И я думаю, что вот таким людям, вот этим девушкам, которые звонят, и никогда не обманывают. И вот самому Ручкину, кто организовал это дело, я даже не знаю, видела я его когда-то лично или нет. Огромное спасибо. Службы в городе работали в штатном режиме. Производилась помывка и проливка улиц города. Такое наблюдение на улице Краснофлотска. Не убран с мед. Накопившаяся грязь вдоль обочины при помывке автодороги перекочевывает на тротуар. Сразу после машины образуется каша. Когда она подсыхает, то неприятно хрустит под ногами. И возникает парадокс. Проезжая часть становится чище, а пешеходная грязнует, что не совсем хорошо. В городе продолжаются строительные работы. На Пионерской уже одна пешеходная дорожка достигла проспекта Ленина, вторая на Подходе. Продолжаются работы по капремонту многоквартирных домов. Грандиозное по своему объему и значимости прошло сегодня спортивное мероприятие в спорткомплексе, организованное футбольным клубом «Альянс». Сегодня там прошел летний кубок дворовых команд. Семь младших команд возраста игроков от 10 до 12 лет и шесть старших возраста от 13 до 15 лет честно соревновались за кубок. Выиграли, конечно, сильнейшие. Все участники получили призы за участие, победители медалей и кубки. С кубком! Этот турнир был очень хороший. Мы получили очень много эмоций. Удовольствие. Получили удовольствие, медали, кубки. Конец лета, учеба начинается. Вот как-то надо смодриться перед школой, перед колледжем. Перед 11 классом, перед ЕГЭ. Вот то немногое, что удалось нам осветить из происходящего в городе 23 августа, пятницу. Дорогой Красноармейск, что я хочу пожелать? Процветание города. Жителям улыбок, побольше зарплат, ну и здоровье. Все. Дорогие горожане, дорогие жители. Хочу вам... Сегодня пятница у нас. Последний рабочий день, те, кто работает. Завтра выходные. Желаю всем вам солнечной погоды, хорошего настроения. Кто ходит за грибами, грибов много, ягод. Всего вам доброго. Всего вам доброго. До свидания. Удачных всем выходных. Обзор для города и горожан подготовила, провел интернет-портал Красноармейск. Или просто красик.ру. До новых встреч, друзья. Да не покинет вас удача. Продолжение следует...